Приветствую вас еще раз. Спасибо большое, что дополнили свой вопрос. Жаль только, что вы не написали мне в личку, как я опросил. Почему не написали? Остается загадкой. Ну да ладно. Спасибо, что сделали мой ответ на ваш вопрос лучшим. Я так старался. Приятно очень благодарю. Значит, я прочитал ваше сообщение, прочитал вопросы, которые вы задали. Попробую на них ответить последовательно на госты из них. Значит, ваша подруга раскаивается и хочет поговорить со мной, хочет общаться, встретиться и прошу дать совет, так как забудут. Ну, совет здесь на самом деле будет только один. Если человек раскаивается и понимает, что совершил плохой поступок, то нужно дать ему шаг. И понять, что люди просто-напросто заблуждались. Что заблуждаться может каждый. Что заблуждение – это суть человека. Человеческая суть – это ошибки. И совершая ошибки, человек учится чему-то новому. Так как ваша подруга, она совершила ошибку, и ваш муж совершил ошибку. И теперь и ваш супруг, и ваша подруга оба извлекли урок. С мужем вы живете. А подруга раскаивается. Значит, эти люди поняли, что были неправы. А раз поняли, что были неправы, значит, больше такого не повторят. Если вы поймете, что они действовали в доблуждении, то вы ставите на путь прощения их, тем более, что злости к ней у вас нет. Ну, а лишать дочь общения с крестной матерью, как я уже сказал, совершенно неправильное решение, потому что, ну, дочь Чеменова виновата. А значит, не виновата, что ваша подруга и муж совершили ошибки. Дальше. То, что касается того, что вы не примете их поступок. Что это значит? То, что вы не примете. Ну, вот с мужем вы живете уже. Значит, его бы простили. Значит, приняли его поступок. Значит, поняли, что человек был неправ. Поняли, что человек ошибался. И как бы, если бы простили мужа, а муж вам, по идее, дороже, чем вам, чем по-бруге, то есть, поняли его, если вам не двигала при этом корыстная цель, то вы так же можете и понять свою подругу подругу. Так же вы можете хотя бы ради дочери ее простить. И вновь, как бы, допустить общение, может быть, не вас, не ваша с ней, но хотя бы дочери с ней точно. Понятно, что подругами вы уже, скорее всего, не будете. Но здесь, ну, как бы, нужно понимать, во-первых, что вы дайте своей подруге высказаться. Вы дайте своей подруге объяснить, почему она поступила именно так. Вы дайте своей подруге возможность оправдать вам. Впрочем с ней выслушайте ее, выскажите сами свои чувства, свои, там, переживания. Вырежите все. Вам легче станет. Ей легче станет. А там дальше решите. Вот почувствуете вы от нее искренне раскаянное? Почувствуете вы от нее настоящее, ну, настоящее желание, чтобы вы простили ей? Позвольте ей общаться с крестной хотя бы. Радость самой крестности. А сами ничего и не обещайте, но при этом, при этом и не обещайте человека надежды. Не забывайте, пожалуйста, что ошибиться будет касно. И не дай Бог вам оказаться в ситуации подобной этой. Естественно, я не говорю про измену, ни в коем случае. Но бывает так, когда совершаешь какие-то действия, за которые потом бывает безумно стыдно, бывает безумно больно, невероятно жалко, что человека потерял. И каждый может оказаться в той ситуации, в которой сейчас оказалась ваша подруга. и если вы хотели бы, чтобы вам дали шанс, если вы окажетесь когда-нибудь в такой ситуации, то и вам нужно дать шанс сотрудник. Но не обещайте вы ей золотых гор столько. Скажите, все как есть. Как есть на данный момент. Постарайтесь понять ее, если вы хотите, чтобы поняли вас. Постарайтесь проникнуться тем, что она сделала. Почему? Постарайтесь понять причины. И не великайтесь не принимать ее поступок. Это было бы неправильно. Еще раз повторю, дружить с ней вас не заставляет никто. не хотите дружить не дружить. Ваше право. Но ребенок не должен страдать от дел срод. А вы ничего не потеряете, если вы слушаете то, что хочет сказать вам подруга. Вы все равно ощущаете некоторую незавершенность. Как так? Была подруга, потом она вас предала. Почему предала? Ну, вы же, наверное, чутки, вы бы не что хотели это понять. Вот и дайте шанс вам обеим завершить начатое дело. Поверьте, никто из вас от этого не потеряет. только получится. Ну, и о своем ребенке тоже подумайте. На этом все. Еще раз надеюсь, что помог вам. Пишите, если что. Всего доброго. Удачи. Корректор